Здравствуйте! Спасибо, дорогие, что пришли, что снова подарим друг другу радость. И сегодня она будет совершенно ничем не отемненной, ничем не огорченной. Потому что сегодня мы дарим вам водевиль. Водевиль Сологуба. Беда от нежного сердца. На репетициях мы смеялись сами очень сильно. И сейчас я желаю вам только посмеяться, насладиться текстом и игрой наших актеров. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Братья, если вам встретить случится нежные глазки и миленький взор. Слово и дело тот же слюбиться. Тетышек, мамушек, слушаться вздор. Братья, примите от дружбы совет. Скажите, молод, не знаю я свет? Пусть мне девятнадцать и только свершилось. Сердце любовью зато просветилось. Верить вы хотите старым брюзгливцам. Сердцу без искры, души без огня. Лучше поверьте вы юным счастливцам. Лучше, о, други, спасите меня. Я вам от сердца воскликну. Влюбитесь. Ваши вам праздник судьба не пошлет. Вам старики говорят, опасайтесь. Лгут старики, их запись берет. Что же это такое? Розового-то платья все-таки нет. Извините, пожалуйста. Хозяйка этого дома. Дарья Семеновна Боякова. Идеалистика во всех вопросах. Кроме материального. Настя! Настенька! Я здесь, тетушка. Настенька, бедная племянница. Девушка тихая и добрая. А что делать? Когда нет денег, то по неволе приходится платить добро. Я здесь, тетушка. Слава богу. Ну где ж ты пропадала, матушка? В голове все вздор. Мне что подумать о тетушке? Ну что посылала ты в большинство мод? Посылала, тетушка. Ну что ж, наше платье? Тотовое, тетушка. А что же мне несут? Да, тетушка. А что это ты варчаешь? Без денег, тетушка, не отдаю. Говорят, они мне самого много должны. Ты что ли, матушка, грубить меня хочешь? Вот благодарность-то. Взяла сироту круглую в дом. Кормлю, одеваю. А она мне еще колкости к намет. Ну что ты стоишь там в коколе? Девочки еще не причёсаны. Подавай шпильки. Вот здесь налогу по септоколечке. Вот так, маменька, как вам угодно. А платье не принесу, я не выйду ни за что. Остану в своей комнате, скажу с вами, как вам угодно. Подождите, подождите, я вас представлю. Машинка и ее сестренки, дочке Дарья Семеновна. Обратите внимание, мы сейчас в коне моду. Обратите внимание, парной у нас великолепный. Да что это ты? Да что это вы? Да с ума что ли сошли? Да для вас я вечер делаю, а их ведь или не будет? Мне что ли прикажете вместо вас танцевать? Да у нас сегодня будут самые первые жениры. Кавалеры. Так, точно так и поедут. Отчего ж матушку и не поедут? Да что же они здесь забыли? Ведь бал-то есть нынче получше ваших. Говорила я вам предложить, а вы всегда хотите по-своему. Пора бы вам всем. А то с этим вечерами сил маленьких достает. Смотрите, сегодня будет князь Курдяков. Постарайтесь, ему понравится. Ах, матушка, а он старик и глупец. А вас никто не спрашивает. Ну что, что, старик, деньги-то у него молодые. Курдяков не плапали. Ну и что я говорила? И я говорила. Ах, бесподобно. Что ж теперь делать-то? Ну посылай что ли за платье, он князь ведь не будет. Ты что, разумеется, посылайте? Что вы думаете, что я за вашего старика буду бесплативали? Машенька, ты хоть бы людей постыдилась. Сам француз не понимаешь. Могну за деньгами, пошлю за платье. Давно бы пора. Ну-ну, ступай же. О, вырастила себе невест. Разори не одно, да и только. Вот здесь еще так. Настя, а Настя, а что ты думаешь? Так, не об чем. Грустно что-то. С дом какой-нибудь гидлости. Посмотри-ка, пристала-ка мне эта прическа? Пристала. Очень пристала. Очень. Право. Ну, а что ты надеешь? Да я так останусь. Ни к чему належаться, меня никто не заметит. Ты хоть бы ленту вплела волосы, там у меня шкупы многие старенькие. Да нет, зачем? Ну, как хочешь. Или не хочешь. Найя Семеновна, домашка, что ли? Ах ты, какой мужчина! Найя Семеновна, домашка! Я, кажется, испугал здесь кого-то. Извините, позвольте представиться. Золотняков. Откупщик. Человек очень богатый. Но это уж как воец. Кому много дано, тот, как известно, еще больше возьмет себе сам. А это, по-видимому, одна из дочек. А что, хозяйки по-видимому дома нет? Нет, стоп, я бы не скажу. О, нет, нет. Не беспокойтесь, именно вас-то мне и нужно. Меня? Ну да, вас. Дайте только взглянуть на вас, хорошенько. Повернитесь к нему, а вот так. Дисподом, лучшего и желать бы не мог. Да вы, я вас не знаю вовсе. Со мной вы скоро познакомитесь. Ну, а сколько вам лет? Восемнадцать. Отлично, ну. А женихи-то у вас есть? Нет. Так что же, они дураки не глядят-то, ну а сами вы помышляете о замужестве. Свините, мне некогда. Извините. Я Золотняков, откупщик. Человек разбогатевший так, что речь моя немного груба. Впрочем, я принимаю у вас самое живое участие. Поверьте ли, специально для вас, к примеру, из Стамбова. Дело в том, что я хочу женить своего сына. Я очень хочу женить своего сына. И представьте себе, очень бы мне хотелось женить его. Ну, конечно, если вы не будете против этого предложения. Скажите, вы же не любите кого? Никого. Ну, так и не любите. А сын я вам представлю. Он у меня малый, добрый. Сердце у него только нежное. Дайте мне слово, что не будете против моего предложения. Простите, слово не шутка. Давшу слово надо его держать. А я вашего сына не знаю. Настю. О, а вот, кажется, и хозяйка. Настю. Как ты именилась-то. Настя Семеновна. Виновата. Узнаете? Да. Ну, взгляните, фирошей, Николай. 1819 год. Там, о. Боже мой. Василий Петрович. Асмур, конечно. Вот, Бог привел свой сын. Да не так ли я вам стара окажусь? Батюшка, как вы мне? Я слышала, вы разбогатели, старая. Ой, с горя, Дарья Семеновна, с горя. Разбогател, да с отчаянией женился. Ну, а сюда-то какими судьбами? Так сын сделал ужас. Прошу, покорничать, садитесь. Настенька, погляди за женой и свечи в гостиной. Садитесь, пожалуйста. Так о чем ты ж мы говорили? Ну, бишь о сыне. Женить вот хочу. О, Сергей Петрович, будьте осторожны. Девушки в Петербурге все хороши на вид. А как выйдут замуж, так сразу ведь на воспитании не то, вовсе не то. Вот моей дочке могу попастаться. Ну, так я разговариваю сейчас со мной. Это вы, товарищ мои племянницы. Святую, которую я держу из белоси. Я мать. И могу сказать, что мои дочки так воспитаны, так подготовлены. Маменька, что, Святик, мы платье принесли? А, сейчас, сейчас, мой друг. Это Машенька. Невинная такая. Ну, так это... Младеньца, трясетый деток. Так этого-то мне и надо. Саша мой малый и добрый. Да в голове у него еще ветер. А говорили ему, что у него два миллиона. Два? Два миллиона. Так вот, представьте себе, сердце у него, ну такое нежное. Как юбку лидит, так и растает. Что они делают, то влюблен. Ну, по молодости, это может и ничего. Вот, в прошлом летом, в Тамбове, жениться вздумал. На переганке какой-то, хорошо, укусар вовремя подвернулся. А то он омаялся, я бы с ним. Ну, а вас-то я слышал, дочки. Кто знает, Дарья Семеновна, может быть, дети наши. Познакомиться, слюбиться. Ну уж, если не мы с вами, Дарья Семеновна, может быть, дети. Так же не так. Позвольте их целовать. С тобой, сын. Маменька, маменька. Задайте сюда. Сейчас, сейчас мы. Аплодисменты. Сейчас, кем-нибудь. Аплодисменты. Батюшка, обними меня, я согласен. Подожди, я представлюсь. Мое почтение, Александр. Сидите, нет никакого терпения снять умное лицо. Я женюсь на ней. Она мне нравится, очень нравится. Батюшка, благослови. Подожди ты, мы с тобой ошиблись. Это не она. Как не она? Ну так не она. Ты думаешь, с кем я там, в Рихожей, разговаривал? С дочерью? Ну да. Так это не дочь. Я же она дочь. Ну, я-то племянник. Ну и что? Я-то прочил тебе другую. Я не хочу другую. Так, тише. Они, кажется, идутся. Да пусть они идутся. Хорошо, тяжелее. Взгляни только. Я глядеть не хочу. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Вот вам, мои девочки. Василий Петрович, прошу любить и жаловать. Ах, станьте хорошенько. Они у меня скромные, застенчивые. Да присядьте же, присядьте же. Вы же простите их, Василий Петрович. Они у меня девушки не светские. Все больше за рукодельем, да за книгами. Перестаньте, маменька. Да я все говорю, да детки, да что же ваши-то летовые глаза-то портите? Да вам-то ваше лето нужно искать и веселиться, развлечения искать. А они мне говорят. Нет, маменька, не хочу я ваших светских удовольствий. Что в них? Ах, 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 женское дело. Не танцевать и не кокетничать. А ведь доброй супругой и нежной мать. Маменька, я уйду. Поверите ли, я им все хозяйство на руки отдала. Пусть привыкают. А в свое водное время? Пусть занимаются, рисуют. Где же эта головка, которую вы кончили без учителя? Ну этого, Аполлона, Вильгерзерского. Взорвала, маменька, вы мне надоели. Сударин, позвольте вам представить моего сына. Покланься уже. Очень приятно познакомиться. Вы к нам первый раз в Петербург пожаловали? Да. А, а вы собираетесь оставаться? Нет. Ой, а чего же это так? Ах, маменька, ваши вопросы очень нескромные. Может быть, им неприятно. Даже очень неприятно. Да уж, мне уметь говорить с молодыми, это ваше дело развлекать молодых людей. Пойдемте, Василий Викторович. Столько лет не видались. Есть о чем поразговаривать. Нет. Оставим их найти, нет? Пускай поперезнакомятся. А вы, душеньки, оставайтесь тут, покаянщики без меня. И не забудьте, до миллиона. Пойдемте, Василий Викторович. Кажется, вовсе не отчетливая. Тамбовская деревенщина. Ах, жалость какая. Ну как их можно сравнуть с той? Вот и глаза, талия, волосы. Ах, жалость какая. Ах, жалость какая. Не угодно ли садиться? Нет, зачем? Как вам нравится наш Петербург? Что? Петербург вам нравится? Петербург, что ли? Город известный. А вы когда приехали? В самый день магнитного освещения. Изволили меня не слышать? Да, слышала, не видела. А в пассаже вы уже были? Как же? Да, я чем-нибудь западовые пироги ел. Вам нравится? Пироги, что ли? Нет, пассаж. Приятное гуляние. И не говорите. А что же вы не садитесь? Не беспокойтесь. Глаза-то, какие глаза? Где же у меня были глаза, что я не заметил ее глаз? У нас в нынешнем году славная опера. Говорят. А вы сами, может быть, музыкант? Как? Играю немножко. На скрипке? Преимущественно на волторне. А-а-а. А вы? Мы поем немножко. Как это прекрасно. Я не знаю, чего она мне с первого раза не понравилась. Она очень даже мила. Манера такая прекрасная. Я право не знаю, смели вас просить. Как? Я говорю, не знаю, с первого раза смели вас просить. Что? Я не знаю, смели вас просить. Будьте великодушны. Ободрите, пожалуйста. А чего же? Что вам не годно? Будьте великодушны. Дайте послушать. Ну, мы ждем виски. Успеете. А я право не в голос. Вы попробуйте. Разве только для вас. Акабонируйте нас, пожалуйста. Скажи, о чем тени летмей, Когда природа отдыхает, Поет весенний соловей, И что вон песни брожает, Что тайна всем волнует вы. Скажи, скажи, какое слово Знакомо всеми и вечным словам любовь? Скажи, о чем наедине В раздумье девушка гадает, Что тайным трепетом Во сей есть страх и радость обещает. Не думь, тот странный назови, В котором вечная отрада. Чего ей ждать? Чего ей надо? Любви! Когда от жизни на тоски Ты утомленный издеваешь, Из моря шарик облеги, Хоть призрак счастья вызываешь, Что осуждает грудь твою, И телезвуки не знали, Когда услышал ты впервые, Люблю. Что за голос? Какая душа! Вы меня с ума слили. Я теперь с ума сойду, Коль не позволить надеяться. Как надеяться? Вы разве ничего не знаете? Нет. Батюшка, мы выдумали, Чтоб я на вас, Или вы за меня, Только это не важно. Ну, влюблен, влюблен, Совершенно влюблен. Ну, а как вы не согласились, Я буду самым несчастным. Не говорите же. Батюшка желает моего счастья, Он только и думает, Что оно вам счастье. Только вы, быть может, Походите моего счастья. Помилуйте, а чего же? Как? Не выгодите моего счастья. Ну, разумеется. Так я могу надеяться? Мы зависим от мамы. Не в маме, Это дело. Вы мне просвязка идите. Могу ли я вам нравиться? Ну, почему уже нет? Я самый счастливый человек в мире. Я вас стану любить, 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 как никто не любил, Любить не будет. Ну, подождите же. А к чему ждать? Делайте за мной что хотите. Только позвольте вам Догадать любовь мою. Вы бравый, пристальный человек. Однако, послушайте, У нас сегодня трясывальный вечер. Вы будете танцевать со мной? Да, только нам нужен букет. Так на что вам букет? Она в моде, Имеет в руках букет. Вы не понимаете? Нет. Ну, так я вам и скажу. Вступайте за букет. И тогда же вы студок. Да куда же я пойду? Куда хотите. А то уже ваше дело. А нам нужно к газе принимать. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok